Продолжение следует... Толщина стенки более 10 миллиметров у этого перца. Очень вкусный, ароматный. Из крупноплодных желтоокрашенных перцев многие уже выращивают этот перец. Ранная сенсация. Действительно перец по скороспелости превосходит многие существующие перцы. Ну а размеры, урожайность говорят сами за себя. Прошу обратить внимание на следующий перец, который называется «Энтерпрайз». Ну это действительно открытие. И каждый, кто немного постарается, может получить такую же красоту и такое же открытие и в своих небольших теплицах, на своих дачных участках. Мы выращиваем перец с формировкой, в отличие от ангаров. То есть формируем перец в два стебля, оставляем листочек в перчину и побег с еще одним перчиком. Тогда перец получается у нас крупный и растение дает полноценную отдачу своего урожая. Перец очень хрупкий, такую нагрузку просто не выдерживает. Он просто-напросто без подвязки сломается. Этот перец называется «Шанхай». И может быть я его уже неоднократно повторяюсь и постоянно говорю, что перцы урожайные, толстостенные, вкусные, ароматные. Но это действительно так. Вы можете просто убедиться, что да, действительно, очень хороший урожай, действительно перец крупноплодный. Все зависит от ухода. Чем лучше уход, тем больше сахаров и витамина С. Ну и это все равно как бы сортовая особенность того или иного гибрида. Содержание питательных веществ меняется незначительно. Перец Светлана. Этот перец интересен тем, что у него просто изумительная световая дама. Вот в технической спилости он такой, можно сказать, светло-зеленый окрашенный. Затем он начинает созревать, приобретает несколько желтоватый оттенок. Затем он становится прямо как яблочко Антоновка. И в дальнейшем приобретает насыщенно алый цвет. То есть на одном кусту вы можете получить полностью всю световую гамму. Плюс ко всему он вкусный и очень интересный. Белодонна. В технической спелости плоды белесые, а при созревании приобретают насыщенную желтую окраску. Этот перец мы также формируем в два стебля. Вот обратите внимание как раз на формировочку. Продолжение следует...